В Красноярске состоялся IQ-бал. Событие, которое ежегодно ждут тысячи студентов края. Это одно из самых красивых и зрелищных мероприятий. Здесь проходит танцевальная дуэль между вузами. Кроме того, всегда на бал приезжают российские знаменитости. Подробности далее. IQ-бал – один из знаковых молодежных проектов края. Наша визитная карточка. Ежегодно здесь собирается самая талантливая и активная молодежь. В этом году бал стал юбилейным и был посвящен нашей природе. Зеленая тема доминировала весь вечер. По замыслу организаторов, привычные вещи должны стать более экологичными. И наиболее ярко это иллюстрировал эко-мобиль, встречавший гостей у входа. Традиционно IQ-бал – очень красивое зрелище. Девушки в платьях в пол, молодые люди в строгих костюмах. Это все-таки ощущение совместной студенческой красноярской семьи. Это важнейшая тенденция, поскольку Красноярский край отличается стремлением, так называемой интеграции научно-образовательного пространства в разных сферах. Речь идет и об образовании, о совместных коллективах в области науки. Попасть на IQ-бал не так просто. Студенты должны отличиться в какой-то области, быть победителем олимпиад, конкурсов, фестивалей или лауреатом краевой именной стипендии. Таких в крае, кстати, очень много. На бал приехали полторы тысячи молодых специалистов. Для ребят, которые здесь, это, наверное, самоутверждение. Это, собственно, я, что очень важно, важно в сегодняшнем времени. Для нас это действительно то, что ребята видят, что они сегодня необходимы. Необходимы для края, для жителей, для власти. Это живой пример эффективной учебы, жизненной позиции. Самое главное зрелище на IQ-балу – танцевальная дуэль между вузами. Планез, танго и вальс все па студенты отрабатывали часами. Но это того стоило. В итоге победители танцевальной дуэли получили денежный сертификат на сумму в 300 тысяч рублей. Поздравляла счастливчиков телеведущая Яна Чурикова, которая была в восторге от IQ-бала. Если бы я, например, когда я была студенткой, а это было в 90-е, не могу сказать, что в глубокие, но тем не менее в 90-е. Так вот, если бы у нас был такой IQ-бал, я уверена, что я принимала бы в нем активное участие, поскольку нужны такие места, ну, как, сами себе мы организовать досуг можем. Это вот варианты массы. Другое дело, когда это поддерживается и на государственном, и на федеральном, и на университетском уровне. Но кроме развлечений на IQ-балу было многое серьезного. Здесь организовали площадки, на которых аспиранты и студенты демонстрировали проекты, способные улучшить экологию в крае. Так молодые специалисты презентовали персональную зеленую карту. С ее помощью любой мог бы сдавать мусор на переработку, получая за это деньги и скидки в магазинах. Человек получает какие-то деньги. Деньги никогда не бывают лишними. С другой стороны, человек получает возможность ходить, общаться с людьми, то есть абсолютно бесплатно на какие-то фестивали. В-третьих, получает скидку в тех компаниях, которые он постоянно покупал от аварии. Скажем, в кофейне. Тут получается 10% скидка у него. Впервые IQ-бал в Красноярске провели в 2003 году. Событие сразу получило высокий статус и всегда праздновалось с большим размахом. Эксперты признают, что за 10 лет IQ-бал стал еще одним брендом нашего края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!